Маленькая зарисовка о Крыме. Перед поездкой туда человек зарядился украинскими новостями, украинскими передачами о Крыме. И мне самому было интересно, ну и как я понимаю, может быть не безинтересно людям, которые также заряжены украинскими новостями. Просто захотелось сравнить, чисто для себя. Еще одно, там юмор достаточно специфический у человека, его можно понять, он из областей оккупированных элитными российскими войсками. Сегодня у нас 2 сентября, это Россия, город Кихорецк. И вот такую патриотическую лавочку я тут нашел, посмотрите. Настоящие патриоты раскрасили лавочку, они проникли в этот вражеский город и раскрасили ее. Смотрите, радуйтесь. 4 сентября 2015 года, паром, который идет через Кирченский пролив в Крым. На паром пообещается 150 автомобилей. Ну, все забито. 4 сентября 2015 года, вот 2 года я не был в Крыму. И, ну, в интернете, по телевизору я видел, как вы в Артеке сделали въезд, но мой экран поставил, вот далека его видно. Хочу показать. Единственное, не пойму, кто поставил. Наверное, Порошенко установил. Либо оккупанты, одно из них. Но, скорее всего, Порошенко, ведь Крым – это Украинка. А в Украине за год много сделали красивого, интересно. Ну, и экран, телевизор. Где-то метров 20, наверное, в году. Едем, едем в Ялту. Постоянно вот это такой поток машин. Второй, ну, Керчи. И вот машины. Все бегут с Крыма. Потому что тут, наверное, так плохо им. В основном российские номера. И иногда попадаются. Днепропетровск. Кудивленьче, кстати. Потому что они могли бы ехать через Перешейк. Ну, а я не поехал, потому что через Украину. Потому что Украина все сделает. Для того, чтобы у меня не было желания туда ехать. Выстоять на блокпосту. Чтобы выехать из зоны АТО. Бля, это ваш пропуск надо получить. А потом еще тут. Я должен там уже и проходить. Раз Донецка я буквально выехал в Россию за полчаса. И ехал свободненько себе через Новоазовск. Доехал на парома. На пароме пересек. И все, еду от спорта. Никакой пропуск мне не нужен. Ничего. Надеюсь, вечером буду уже в Елте. Это Керчь. Ну, так. А вон, кстати, заправка. Ну, так. Машины, машины, машины. А скоро мы попадем в цитадель зла. В Ялту. Вот это оккупанты. Асфальт новые постелили. Специально. Украина ж никак ее не могла делать. Хотя Крым был же чей он был. 4 сентября. 15-й год. Ялта. Крым. Пустынные пляжи. Время начало 12-го. Это для понимания того, что показывают по телевизору, какой он безлюдный. 4 сентября. Все безлюдно. Как и обещали мне по украинскому телевизору. 4 сентября. Время 17.02. Ялта. Ну, с учетом, что время такое еще жаркое немножко. Люди на набережной есть, ходят. Я не думаю, что их меньше, чем в предыдущие года. Ну, вечером будет видно. Приморский пляж Ялта. Время 17.12. 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 4 сентября, время 19.15, набережная Ялты. 5 сентября, время 9.28. Приморский пляж. Приморский пляж. 15.55, Ялта по улице Морской. Спускаюсь к набережной Венис-Венодороке. Пожалуйста, Днепропетровск. Приехали, наверное, люди посмотреть, как плохо в Крыму. Еще раз напоминаю, мы находимся в цитаделе Зла, в Ялте. Здание я не знаю, что. Как обычно, донинские машины. В Крыму страшные проблемы с пресной водой. Поэтому сентября не работает. Сорваться можно? Ну что, могу им пожелать, чтобы вскоре у них все наладилось. В Крыму страшно. Так, ну это вышел я на набережную. В Крыму останавливался там просто в магазине, съемки прервался. Ну да, люди ходят. Ну понятно, что сейчас обеденное время, солнце такое. Поэтому людей не особо много. Ну в обычных, не много, не мало. Банки, правда, тут у них такие своеобразные, которых в Украине я точно таких не слышал. Ну и когда по России ехал, тоже таких названий банков я не слышал. Сейчас я направляюсь в продуктовый магазин. Какой-нибудь такой, наподобие что-то, ну как АТБ или Сильфо. Видите, это оккупанты, лампочки выкручивают. Тут вот уже поснимали, их загрузили. Сейчас будут увозить. Хотят крымчан без света оставить. А тут я вот такой магазин на набережной нашел интересный. Смотрите, вот так показываю. А потом, для настоящих патриотов, которые поймут намек. Посмотрите. Эти цвета не просто так. Я вам точно говорю. Массандровский пляж. Посмотрите. Дольку патриотизма тут может найти каждый. Массандровский патриотизма. Вот сколько иду по набережной. Не встретил. Ну, людей в камуфляже вообще не встретил. А вот я был в Киеве странно. По Крещатику ходят в камуфляже какие-то олини. Хотя, я так понимаю, если ты любишь камуфляж, едь на восток и посмотри, как там перемога происходит. Патырь нема. А они по Киеву ходят, кричат, скачут до сих пор. Ну, каждому своей. Массандрисовка. Эти фарма. Массандра. Массандрисы тормога. Кричат. Умасс. Массандрисы. Массандрисы. Да. Приятного денежного ординаса. Участного ординаса. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Стояночка такая Такой вот небольшой фильмец просто для понимания мне было безумно интересно Я думаю, что и вам было чуть-чуть интересно Субтитры сделал DimaTorzok